Приветствую вас, будущие коллеги. Меня зовут Назар Калеев. Я занимаюсь электроникой органических материалов. Сегодня вместе мы постараемся узнать, что такое полимерная электроника. Дело в том, что еще во времена периодичного бульона на Земле зародились первые органические материалы. И в том числе первые полимеры. Что такое полимеры? Полимеры это вещества с повторяющимися таким-то порядком атомов и молекул. Дело в том, что именно в периодичном бульоне зародились ДНК-подобные структуры и периодичные профи-клетки. На сегодня, конечно, есть спор, что появилось первым. Клетка или ДНК, да? Курица или яйцо. Но этот спор оставим биологам. Сами перейдем к следующему. Просто полимер, он сам по себе, конечно же, не является умным. Умным он становится, когда в дело вступает электричество. Существуют на сегодняшний день так называемые диэлектрические полимеры, полупроводниковые полимеры, электропроводящие полимеры. А самые умные полимеры это такие полимеры, которые могут менять свое состояние в зависимости от внешних условий. То есть переходить из электрического, допустим, высокопроводящее состояние или полупроводникового состояния. Ну, допустим, под действием температуры или давления. Примером такого полимера в природе, например, является этики ДНК. С другой стороны, химики, естественно, синтезировали огромное количество новых материалов. Например, полимер полиди-пенилен-пталин. Такой полимер также является умным. Действительно, этот полимер может менять свои свойства в зависимости от внешних условий. Если мы посмотрим на строение такого полимера, то можем заметить даже некоторые сходства с обычными клетчатыми структурами. То есть поверхность такого полимера является абсолютно гладкой, а внутри такой полимер представляет собой из-за каких-то надмолекулярных образований, очень похожих на коллекточную структуру. Вы спросите, при чем же тут вообще мозги? Дело в том, что на основе таких полимеров можно изготавливать различные электронные устройства, электронные структуры, которые могут быть даже приближены к биологическим аналогам. Например, можно изготовить электронную память, которая работает как обычный транзистор на самом деле, то есть имеется стоп и стоп-затвор. Под действием напряжения, которое подается на затвор, мы можем запоминать на вот этой вот ящейке информацию, ноль или единицу. Но это уже электроника на самом деле чуть-чуть начинает ускоревать. Дело в том, что на сегодняшний день у нас существуют уже разработки, очень близкие к биологическим аналогам, так называемые мемористы. Такие устройства, как мемористы, позволяют запоминать информацию не по принципу ноль и единицы, то есть есть сигнал или отсутствие сигнала, а по принципу повторения и мать учения. То есть если вы на одно и то же устройство несколько раз подадите напряжение, десятки раз, допустим, подадите напряжение, чем больше вы подаете сигнал на это устройство, тем сильнее запоминает это устройство отданный ему сигнал. Опять-таки можно эту информацию также стереть, если много раз выполнить обратную операцию, подавать, допустим, отрицательный сигнал. Это модель как раз-таки работы биологической памяти. В данном случае эти полимеры как раз-таки оправдывают свое название умных полимеров. Действительно, эти полимеры являются, так сказать, материалом будущего, материалом готового перехода к новым видам, допустим, электроники. А теперь рассмотрим несколько экспериментов, в которых вы, у себя на кухне, там или в лаборатории, в школе, сможете получить эти умные материалы. Спасибо за внимание. Удачи! Демонстрационный эксперимент получения органической пленки субмикронной толщины методом Полип. Для эксперимента нам понадобится чашка Петри с дистиллированной водой, раствор полимера, растворителя и проволочный каркас. Ход работы следующий. Сначала помещаем проволочный каркас в дистиллированную воду. Далее аккуратно наносим на поверхность дистиллированной воды каплю раствора полимера. Наблюдаем растекание капли. После растекания растворитель начнет интенсивно испаряться. Через несколько минут пленка будет сформирована. Далее получаем свободную пленку. Обратите внимание на радужное переливание поверхности пленки. Объяснение эксперимента. Суть эксперимента следующая. При нанесении капли раствора на поверхность воды капля растекается под действием сил поверхностного натяжения. Растворитель активно испаряется вследствие того, что общая поверхность капли увеличивается во много раз. Толщина пленки будет тем меньше, чем большую поверхность займет капля. После полного испарения растворителя на поверхности воды останется органическая пленка, которую можно перенести на поверхность подложки или оставить в свободном виде. Рассмотрим, почему капля раствора полимера растекается по поверхности воды. Дело в том, что в этом эксперименте необходимо учитывать три силы или три коэффициента поверхностного натяжения. Коэффициент капля воздух, коэффициент капля вода и коэффициент вода-воздух. В зависимости от направления результирующего вектора капля примет эллипсоидальную форму или растечется по поверхности воды. В этом эксперименте результирующая силу поверхностного натяжения направлена от капли касательно поверхности воды, в результате чего и наблюдается растекание капли. Демонстрационный эксперимент «Переход материала из диэлектрического в электропроводящее состояние». Для этой демонстрации нам понадобится звуковой индикатор и полиэтиленовая пленка. Для начала проверим работу звукового индикатора. Самыкаем электроды. Звуковой сигнал сигнализирует о том, что цепь замкнута. Теперь помещаем полиэтиленовую пленку между электродами. Звуковой сигнал отсутствует, только цепи нет, цепь разомкнута. Далее растягиваем полиэтиленовую пленку, не допускаем разрывов. Помещаем растянутый участок пленки между электродами. Появляется звуковой сигнал, что означает, что цепь замкнута. растянутого цвета. Нормально. Убираем растянутый участок. Звук крылья. Звук крылья. Звук крылья. Звук крылья. Звук крылья. Продолжение следует...